Привет, парни! Сегодня у нас на тест-драйве будет три патриота. И задача сегодняшнего теста будет выяснить, так ли страшен патриот на автомате. Очень многие люди говорят про то, что на механике патриот гораздо лучше чувствует себя на бездорожье. Сегодня мы попробуем найти место со снегом, глубоким, неглубоким, посмотрим, как получатся какие-то препятствия и посмотрим, реально ли на механике патриот едет лучше по бездорожью. Если да, то на сколько? Все это выясним в процессе тест-драйва. У нас будет три машины, чуть позже я познакомлю вас с ними. Сейчас я покажу, как устроен тот патриот, в котором я нахожусь. Здесь патриот именно с автоматом. Это 18-го модельного ряда, это еще не обновленный пока. Но автомат тут стоит. В общем, по автомату сразу скажу. Здесь стоит коробка i-Syn. Это та же коробка, которая ставится на Hyundai Santafe. Насколько я помню, на Santafe. Если кому-то не нравится слово Santafe. В общем, коробка японская. Ну, с доработками, так я, насколько понимаю, корейскими. Вот. Как ставится? Меня часто спрашивали, показать бы процесс всего этого дела. Но вот в дилере не дают мне его снять. Типа говорят, что там какие-то есть свои нюансы. В общем, поэтому не могу вам показать, как она устанавливается туда. В общем, сейчас покажу, как это выглядит все здесь. И потом познакомлю вас с машинами уже. Ну, и попробуем парочку препятствий на них проехать. И, кстати, сразу скажу еще раз. Те, кто смотрит мои ролики, уже, наверное, знают о том, что через меня можно получить хорошее коммерческое предложение на покупку нового автомобиля. То есть, если вас интересует Патриот, Уханка, неважно, любой УАЗ, может быть, даже профи, вы можете обратиться ко мне, и мы сделаем вам хорошее предложение коммерческое. Я и дилер официальной УАЗа в городе Новосибирске УАЗ-центр. Для того, чтобы получить скидку, вам нужно пройти в описании, нажать на ссылку «Связаться со мной», выбрать удобный способ для вас. Лучше всего в WhatsApp написать, в ВКонтакте, в Одноклассниках там даже можно написать, где вам будет удобнее. На звонок не всегда отвечаю, поэтому лучше пишите. Ну, и, конечно, надо подписаться на мой канал. Естественно, поставить лайк видео и написать что-нибудь в комментариях. Типа, хочу скидку там, что-то такое. Но лучше всего написать не в WhatsApp. И мы с вами уже пообщаемся тогда более детально о том, какую скидку. Кстати, скидка не фиксированная, все будет зависеть от того, какой автомобиль вы будете покупать, в какой комплектации. Много нюансов на самом деле, кредит, не кредит и так далее. Поэтому обращайтесь, и каждому будет индивидуальное отдельное предложение. Итак, давайте с комплектацией познакомимся. Это максималочка 18-го модельного ряда. Ну, вот, собственно, рычаг переключения передач. Здесь кнопка на нем. То есть, ну, классический автомат. В принципе, здесь ничего нового нет. Две педали у нас есть. Газ, тормоз. И вот тут, собственно, на панели приборов у нас имеется значок такой, который нам показывает, в какой передаче мы находимся сейчас. То есть, нажимаю тормоз, включаю заднюю передачу. У нас включается камера заднего вида. То есть, все работает. И парктроники в том числе. Нитралочка. Динамик. Л. Понижайка там, типа, вторая перед... Ну, короче, весь стандартный спектр автомата. Вот, собственно, и все. Тут, в принципе, больше особо рассказывать нечего. Потому что, ну, максимальная комплектация, я думаю, те, кто интересуется патриотами, знакомы уже. Ну, в двух словах, если, то здесь у нас есть все обогревайки, зимний пакет. То есть, у нас здесь есть обогрев руля, обогрев переднего ряда сидений. Здесь парктроники выключаются. Это у нас включается блокировка заднего дифференциала. И есть еще понижайка здесь, на кольце. Дальше здесь, что у нас имеется, давайте тоже посмотрим. Климат-контроль есть однозонный. У нас есть подогрев лобового стекла нитками. У нас есть подогрев зеркал, аварийка. Выключение ИСПИ. И оффроуд. Это, скажем так, помощь при спуске с горы. Вообще, это позиционируется как отдельная настройка АБС. То есть, более эффективное торможение. Вот, собственно, так. Руль с кнопками управления, мультимедийной системой. Круиз-контроль здесь есть. Ну, и так далее. То есть, укомплектован очень хорошо этот Патриот. И на самом деле, по городу на нем ездить достаточно просто с автоматом. Но пока мы будем ехать до того места, где у нас, собственно, будут препятствия наши, я вам покажу, как им управляется. У меня было уже отдельное видео по нему. Ну, вот, но, возможно, кому-то будет интересно, кто еще не видел, можете посмотреть в этом видео все. В двух словах буквально расскажу про свои ощущения. Так, кстати, в максималке здесь у нас кожаный салон. Сзади тоже обогрев сиденья у нас имеется. Подлокотник. Ну, такая комплектация. В общем, вполне себе достойная. Так, ну что, парни. Сейчас попробуем прокатиться по городу немножко. Оценим, как он у нас чувствует себя именно в поездках по городу. Все просто. Нажимаем тормоз. Ставим передачу в D и едем. Нравится обзорность, конечно, на Патриоте. Он квадратный. Очень хорошо все видно. Сейчас небольшой кружок дадим здесь. Сейчас полный привод у нас включен. Здесь мы видим. И просто обычный динамик режим. Монорежим включу. Ну вот, мы едем сейчас, получается, чуть больше 40 километров в час. Вполне себе нормально он чувствует себя. Какая же божественная вещь обогрев стекла все-таки. Нитками. Попробуем разогнаться немножко. Вот 60. Разрешенная по городу скорость. И отлично. Очень легко им управлять. Прекрасно. В принципе, обычный внедорожник на автомате. Рамный, понятное дело, со всеми атрибутами. Здесь все-таки независимой подвески нет. Ни спереди, ни сзади. Поэтому он немножко подпрыгивает. Хотя обновленный, я думаю, был бы поинтереснее в этом плане немножко. Он и рулится получше. Из-за демпфера здесь этого нет. Но все-таки вполне себе, как будто она здесь и жила, эта коробка. Нормально он себя чувствует. Нас, конечно, интересует бездорожье, но по городу тоже интересно, как он себя чувствует. Поэтому пока едем туда, все-таки мы свои ощущения запишем. Ну, не знаю, никаких сложностей нет в управлении. Просто едешь и едешь, сел и поехал. Если ты ездил на автомате, то разницы нет тебе, патриот, не патриот, сел и поехал. Удобно то, что можно полный привод включить. Вот это большой плюс. Да, и, конечно, сразу по-другому он начинает трогаться. Ощущается сразу то, что подключаются передние колеса. Да, угол разворота, конечно, радиус, точнее, на обновленном патриоте заметно меньше, чем на этом. А вот на полном приводе мы едем. Сейчас тоже попробуем до 60 разогнаться. Ну, вот 60 километров в час и полторы тысячи оборотов. Не знаю, на какой это передаче он едет. На третьей, скорее всего, здесь не видно, к сожалению. В общем и целом, никаких проблем. Руль греется тоже хорошо. Очень нравится то, что здесь все работает. То есть, задний ход, когда включаешь, также работают у нас и парктроники, и работает у нас камера заднего вида. То есть, никаких проблем с этим нет. Кстати, установка коробки, насколько я знаю, могу ошибиться. Лучше, конечно, у менеджеров уточнить. Стоит 155 тысяч рублей. По-моему, это уже с учетом документов, узаконенное, то есть, изменения в конструкции. 155 тысяч рублей. Плюсом, и вы получаете патриот на автомате. И это чудесно, на самом деле. Ну, и сейчас поедем мы на бездорожье. Так. Ну, вот еще, парни, небольшой участок по трассе. Сейчас разгонимся до 90 километров в час разрешенных. Ну, не то, чтобы очень быстро набирало, но он 2000 оборотов, почти 90. Там наш сородич еще едет не очень быстро. То есть, вполне себе, он и на трассе себя чувствует нормально. Хотя, опять же, я думаю, что обновленный чувствовал бы себя гораздо лучше. Потому что дорогу он держит все-таки поинтереснее. И управляется лучше. Здесь есть вот небольшой, такой, скажем так, люфтик. Обновленный на ролле реагирует лучше. Ну, а так, в принципе, по трассе отлично. Так, ну что, ребят, сейчас познакомим вас с нашими участниками. Надеюсь, ветер не будет сильно задувать. Тут есть ветерок, микрофон. В общем, белый у нас Патриот. Это Патриот на автомате. Это 18-й модельный ряд. Максимальная комплектация. И вот здесь, собственно, у нас установлен тот автомат, про который я говорил в начале ролика. Это у нас 19-й модельный ряд. Уже мы видим, здесь у нас есть демпфер. Вот. И, соответственно, это обновленный Патриот. И есть еще вот такой Патриот с тюнингом. То есть, он приподнят колеса. В общем, здесь достаточно много чего сделано. Быстро и не расскажешь. И здесь, кстати, на нем тоже стоял когда-то автомат. Вот сейчас он на механике. Вот такие вот три автомобиля. У нас здесь есть поле. Попробуем сейчас по снегу потестировать эти машины. И, соответственно, посмотрим, что у нас из этого из всего получится. И выясним все-таки, как себя чувствует с этим автоматом Патриот на бездорожье. Ну, для начала, в общем, попробуем мы покататься по снегу. Я уж не знаю, насколько он глубокий здесь. Можете судить сами. Вот туда мы поедем. Сейчас посмотрим, куда нам получится добраться. Включим сразу понижайку и поедем на автомате. За Ами поедут уже остальные Патриоты. Итак, понижайка. Все, у нас включилась понижайка. Это тоже, кстати, работает все здесь. Немаловажно будет об этом сказать. Ну, поехали. Обычный D-режим. Можно включить, в принципе, наверное, чтобы он на первой скорости только ехал. Вот так. L-ка, понижайка, ее тоже много кто называет. Но здесь, в принципе, ничего сложного вроде бы как нет. От слова совсем. Сейчас проедем дальше, посмотрим. Ну и заедем сейчас вот так вот бачком. В снег, чтобы хоть какой-то нам интерес был. Давайте я покажу, насколько он глубокий или не глубокий. Напишите потом в комментариях. Ну, вот так. Ветер задувает, наверное. То есть, в принципе, он не жесткий снег, но... Поэтому у нас нет, наверное, никаких проблем пока что. Сейчас поедем дальше, посмотрим, что там дальше будет. Резина здесь, по-моему, обычная, зимняя. Какая-то шиповка стоит. Ну и вот, собственно, мы забурились немножко. Сейчас маленько сдадим назад. Да, там он уже, получается, у нас садится на пузо. Давайте попробуем прорубиться вперед. Насколько это у нас получится. Ну, то есть, вот на эльке он вообще нормально ползет. Он не переключается у нас на передачу повыше. Чувствуется, что он на блокировках. Ну-ка, давайте заценим, куда нам удалось проехать. Да, то есть, пузом уже цепляемся немного мы. Мостами, точнее. Но, в принципе, ползет он вполне себе нормально. Давайте поедем дальше. По колеи, по-моему, ребята едут тоже как-то без особых проблем. Наверное, надо бы найти еще какую-то горку нам. Вот здесь есть вероятность сесть нам. Попробуем сейчас в раскачку. Так. Сейчас покажу, как это у нас выглядит все. То есть, ну, уже мостами мы упираемся, я так полагаю. Сейчас все попробуем вперед немножко прорубиться. Ну, смотри, Сань, тут уже кое-что нормальное по бездорожью. Сейчас я чуть-чуть назад сдам и попробую еще хода маленько вперед прорубимся. Че? Посмотри, что у тебя там включено. Посмотри. У меня Элька включена. Нормально все? А? Блокировку заднего моста и... А, блокировку ты включил? Чек, да, чек. Я Эльку и ставил. Да-да-да. На первой передаче еду. Да, блокировку, кстати. Блокировку еще нужно было включить. Заднего моста. Я забыл про нее. Правильно мне Саня подсказал. О-о-о. О-о-о. Ну да, с блокировкой, конечно, он получше едет. Ну вот, собственно, мы доехали до упора. И что могу сказать? На автомате он вполне себе нормально едет. Так. Так. Глубокий уже снежок достаточно здесь. Ребята стоят. Сейчас попробуем мы еще пассажирам, наверное, сесть, прокатиться сначала с Сашей на обновленном Патриоте. Сюда же доедем. А потом на тюнинговом сделаем то же самое. Ходом, конечно, он вообще нормально идет. Даже в глубоком снегу. Главное не бояться. Ну да, на пузо все равно садимся мы, понятное дело. Там уже перемет такой он пожестче. Здесь надо маленько ходом нам разогнаться. Ну и вот. Собственно, спокойно выехали мы. Давай теперь мы попробуем. Я на пассажирском сидении с тобой проедешь ты туда просто в ту же сторону. Посмотрим, есть ли разница. На, тут уже жесткий, кстати, снег. Я думал, совсем пухляк, а он такой жестковатый. Ну, так, ну что, давай, Сань, туда же доедем сейчас. Ну, снег, как видим, глубокий. Потом интерес, что будет на тюнинговом. Тут пора сдавать. Надо будет еще горку какую-нибудь найти и попробовать на ней. Ну, слушай, на автомате, на L-ке он вполне себе нормально едет. Просто я очень часто читал комменты, типа, что на автомате он нифига не сможет вообще на бездорожье. Хотя там и двигатель еще не такой, ну, не ZMZ Pro стоит, да, как здесь. И то он нормально едет, в принципе, вполне себе. Да, ну этот пободрее, прям повеселее это ощущается. То есть, если автомат ставить, то, я думаю, все-таки уже нужно на обновленного ставить его, и тогда будет вообще классно. Что, попробуем сейчас на подготовленном? Да, попробуем сейчас на подготовленном. Тут понятное дело, что не то, чтобы прям суперсложное какое-то испытание было, но факт в том, что снег по колено, и он достаточно жесткий, и вполне себе неплохо едет и на автомате. Ну, этот-то понятно. Все, сядешь за рульцей? Или давай я попробую? Все, вот тут самоблока. А, тут самоблока, да, стоит? Здесь нет жесткой блокировки. Все, понял. Все, понял. Вот, маленький по-другому, конечно, все сделано. До рестайла рука, 16-го жилья автомобильчиком. Я понял. Деревянный руль. Крутяк. Так. Лакшери комплектация. И очень ничто. Ну, здесь стоит грязевая резина. Мне вот интересно, а по снегу она как вообще? Да, она хорошо гребет. Хорошо гребет? Ну, вот мы едем. В принципе, даже не то, чтобы ходом, а вот просто я, получается, сейчас... Ну, слушай, тут прям вообще нормальной глубины снег. Ну-ка, давай мы по нему сейчас попахнем. А, уперся. Уперся. Да, ну, конечно, на обновленном по-другому переключаются и передачи. Да ладно. Закапывается. Давай сейчас попробуем раскачечку немножко. Скилл не пропьешь. Это мой аж второй выезд на бездорожье. Ха-ха-ха-ха. Я уже опытный волк. Так. Ну да, этот как-то... Ну, он высокий еще. Что, в принципе, у него дорожный просвет. Только учитывая это, даже то, что больше... А то просто внутри кажется, что снега-то тут немного. А на самом-то деле здесь его прилично. Ну, он высокий, конечно. А я снаружи, Саш, сниму, дверь закроюсь. Ну, вот мы видим. Колеса полностью скрываются. Все равно он закапывается в глубокий снег прям. Но выехать может без проблем. Когда мостом упирается. Ну-ка, сейчас посмотрим, что он тут... Где у него проблемы возникли. А, ты уперся. Вот он уперся, получается, мостом. И всем, чем только можно. Видишь, да, сколько нагребся? Здесь прям ощутимо много снега. Что, назад попробуешь выехать? Здесь АТ-шка стоит. Что говоришь? Что? Благополучно сидит на брюхе. Ну, вот смотри, тут он нагреб. Нагреб сколько, видишь? Тут прям вообще... Что, дернем на... Этой. Лебедкой не выйдет сам? Не сам не выйдет. Думаешь? Ну, сейчас я тогда... А что, ну подъезжай тогда на нем, фигли. Я зацеплю тебя, да и все. Ну, в общем, дергать мы его не стали сильно. Хотя, мне кажется, если бы маленько пораскачивать, он бы выехал и сам. Но не факт. Сейчас зацепим лебедкой и вытащим все. Так, сейчас маленечко зацепим лебедкой, вытащим его. Что, за бампер прям можно, да? Тут он нормально прикручен? Давай за этот, за левый. За левый? Хорош, да, наверное. Так. Все, сейчас я сяду маленько, буду назад сдавать. Давай. Так, погнали. Все. На, короче, на бездорожье решает лебедка. Вообще все решает. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас было, почему он встал. Ну да, снег много. Не, он твердый здесь уже. Сейчас я отъеду туда дальше, маленько наню. Сейчас я отъеду. Хорошо летит снег. Сейчас мы выедем. Давай, 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 давай. Сейчас, маленько назад. Короче, на этой резине, ну, такое ощущение, что едет лучше тот, который на автомате, на самом деле. Вот он упирается. Фух. Снег к фаре полетел. Что говоришься? Когда трогаешься, руль держи прямо, а когда он пошел, тогда уже поворачивается. Ага, я понял. Сейчас у тебя колеса смотрят вот так вот. Я понял. Вот прямо, да? Нет. Еще маленько? Вот сейчас прямо. Ага. То мне непонятно, маленько. Сейчас назад маленько подсдам. Да, да, да. Вот и все. И все получилось у нас. Это я, наверное, под музончик просто. Это я, наверное, под музончик просто. Вот на автомате, в принципе, по снегу, по глубокому, без понижайки, спокойно он прет. Классно. Классно. Мне очень понравилось ездить на автомате, на самом деле. Песня вообще. И по бездорожью он нормально едет. Я, если честно, думал, что будут какие-то проблемы. Но на L-ку, когда ставишь режим, ну, на первой скорости, вообще никаких проблем нет. И в понижайке. Мне кажется, особой даже разницы не будет с механикой, там, прям принципиальной какой-то. Нет, здесь дело какое? Скилл водителя. Нет, не скилл водителя. Короче, если тебе надо автомобиль для серьезного бездорожья, Ну, то это надо что-то такое тогда уже делать. Тогда нужна механика. И механика, да. Если нужно просто проходимые автомобили, никуда там в трофи-рейдах не участвовать. Да, чтобы можно было и по городу спокойно ездить, и, если что, куда-то бомбахнуть. Тогда вот это вот самый оптимальный вариант. На драйве, по-моему, был отзыв. Или где-то, не отзыв, а просто рассказ про то, как делали автомобиль. И на дроме. Делали с Хантера. И устанавливали автоматическую коробку туда. И именно принимали участие в трофи-рейдах, где себе автомобиль очень хорошо зарекомендовал. На автомате, да? На автомате, да. Вот как раз это было первое опровержение, что автомат и бездорожье несовместимы. Да неплохо. Ну, сейчас мы, в принципе, попробовали. Вполне себе. Сейчас, если найдем еще горку, то тогда прокатимся еще на горке, наверное, мы. И попробуем, собственно, заехать в какое-то препятствие такое. И, если у нас все получится, заснимем, тогда и покажем вам. Так. Ну что, парни. Вытащили мы подготовленного патриота. Я опять сел за руль того, который у нас с автоматом. В общем-то, пока, если честно, причин переживать по поводу установки автомата на Патриот. Ну и бояться за то, что он потеряет в проходимости. Ну-ка, попробуем здесь. Я думаю, нет. Мне кажется, что он даже лучше ползет, чем тот, который на АТ-шке. По снегу именно. Пару кадров от первого лица. Солнце просто классно светит. И дорога заснеженная красиво очень. И на автомате очень легко и просто ехать по всему этому. Ямы. Пофигу Патриоту. Это, конечно, прям ощутим его плюс. Переметы. Какие еще переметы. Классно. То есть, действительно, если мы ставим автомат, то мы получаем, по сути, и автомобиль на каждый день, и машину, которая может что-то на бездорожье. Но, опять же, нужно учитывать, что нужна хорошая резина, чтобы все-таки он мог что-то показать. Разогнаться попробуем. Так, ну вот тут есть какие-то горки. Можно попробовать какую-то из них, конечно, форсировать. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут происходит. Сюда мы уже заезжали. Пологих нет. Так. Давайте посмотрим, что у нас тут есть из горок. Я думаю, вот это, конечно, такая себе горка, на самом-то деле. Ну, в том плане, что как-то здесь жесткий, конечно, снег. Ну, вот я думаю, а что если попробовать вот сюда? Ну, туда ты упадешь просто, да, если заедешь. И не залезет. Ну, она слишком, это, острый угол у нее. Горок у нас тут, как видите, вообще нет. То есть, тут просто ровная поверхность. Там есть, но туда мы не проедем никак. По сути, только еще покататься по снегу. Но можно попробовать, как он, что у него получится. Ну, я думаю, там особо... Нет, ты упираешься просто, Саш, мостом и все. Да. Защита и мостом, и он не лезет никуда. Да, ну, вот так вот, собственно, наверное. В общем, идея какая была у видео этого? Идея была в том, что с установкой автомата, то есть, плюсом к Патриоту, плюс 155 тысяч рублей к стоимости, и мы получаем, собственно, гражданский вполне себе автомобиль, который можно использовать и в городе, и на каждый день, и так далее. А если все-таки нужно нам бездорожье, то, конечно, это лучше механика и вот такую вот подготовленную машину иметь. То есть, там уже лучше было бы, конечно, чтобы были блокировки там какие-то, и так далее. Наверное, такая же история будет. Да, тут просто, ну, как он обрубается, и все. То есть, ты упираешься, а он не заедет. Наверное. Нету горок у нас здесь, к сожалению. Каких-то препятствий прям сложных. То есть, ну, только в снегу вот там были. То есть, ну, по сути, я считаю, что смысл того, что я хотел донести, понятен и так. Поэтому по всем вопросам можете обращаться в УАЗ-центр в городе Новосибирске. Вот номер телефона их. Кому нужен УАЗ-центр, Луна Авто, два дилера, собственно. И можно будет у них уже поставить себе и автомат, и купить новый обновленный Патриот, и сделать тюнинг. Он все-таки пытается, да? Ну да, здесь, ну, сильно, сильно угол большой. То есть, он просто упирается защитой. Вот, в общем, ребят, еще раз, кому нужно, обращайтесь со скидками. Попробуем вам помочь. Все ссылки будут в описании. Всем пока!